Мир на прославлении с Духом Святым, хвалей и поклонений. Мир вам, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Мы обычно приходим на собрания, исполненные Мира Божьим. Не тем миром, который этот мир дает, а миром, который нам дал Иисус Христос. Но иногда у нас какие-то проблемы или текущие дела не дают свободно быть, участвовать в хвале и иметь мир на прославлении и поклонении. Постоянно одолевают мысли и так, что даже не слышим, что поет группа прославления. А мыслями на рабочем месте, что нужно курей покормить дома или перебираем, какое лучше лекарство купить. Но что делать? Как прийти к Богу в Его присутствии и сказать, как сильно мы Его любим, прославить и поклониться Ему? Да, друзья, мы уже в Доме Божьем, и нам уже не нужно напрягаться и искать мира Божьего, а наоборот, нужно научиться расслабиться и впустить в себя мир Божий, который вокруг нас. Дух Святой, Он уже в Своем доме. Мы рассмотрим несколько практических советов, чтобы уйти от суеты и прийти в присутствие Божье во время хвалы и поклонения. Но это только примеры. Попросите у Духа Святого, чтобы Он вас научил, как вам лично поклоняться, и провел в восхвале и поклонении. Со временем вы сами будете знать все от Духа Святого. Задайте вопрос Богу, что мешает прийти в Его присутствие в Его доме? Помолитесь. Бог не оставит без ответа вашу молитву. Следите. Подписывайтесь на канал, чтобы больше узнать о Духе Святом. До нас достигло Царствие Божье. Если нам, чтобы иметь мир в нашей Душе, в нашем Духе, нужно пригласить Его, хранить Его от суеты, то когда мы в Доме Божьем, нам нужно наоборот расслабиться и откинуть всю суету и проблемы, хотя бы на эти два часа. Молитва, общение верующих, хвала, Слово от Бога, проповедь, поклонение – это то, что у нас останется и в вечности. Нужно посмотреть на жизнь в Церкви иначе. Все пройдет, и работа, и домашнее хозяйство, и болезни – все пройдет. А молитва, общение верующих, хвала, поклонение, Слово от Бога – это все останется. Это та жизнь, в которой мы будем продолжать жить и в вечности, в присутствии Бога. Это и есть самое настоящее в нашем сегодняшнем дне, в сегодняшней жизни. Как Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, 12 глава, стих 28. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. До нас тоже достигло Царствие Божие, а это молитва, общение верующих, хвала, поклонение, Слово от Бога. Это все, что к нам пришло с Царства Божьего. И мы теперь уже начинаем жить жизнью Царства Божьего. Мы в Доме Божьем молимся, поклоняемся, слушаем Слово Божье. Мы живем жизнью Царства Божьего. И нам сам Бог, Дух Святой, помогает в этом. Спасибо и хвала Богу нашему. Аминь. Пусть Дух Святой ведет вас. Мы знаем, что Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 4 глава, стих 24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. И мы все поклоняемся Богу в Духе и истине. Мы все поклоняемся Богу от отношения нас к Богу и в наших сердцах. Но мы сейчас не будем затрагивать вопрос хвалы и поклонения. Мы поговорим, как успокоиться и обрести мир на прославлении и поклонении, если это нужно. Про это расскажу только для примера. А так, вначале. Попросите в молитве, чтобы Дух Святой повел вас в хвале и поклонении. Да, попросите Его. Не пытайте своими усилиями что-либо сделать. Отдайте Ему первенство. Пусть сам Дух Святой ведет вас. Попросите Его. Попросите Духа Святого научить вас поклоняться так, как Ему нравится. Не как вы считаете нужным. Пусть Дух Святой сам научит вас поклоняться и так, как Ему нравится. Уединиться с Богом и мир на прославлении. И, конечно, закройте глаза. Почему? Чтобы вас не отвлекали окружающие. Вы приходите в общение и присутствие лично. Вы, когда хотите поговорить с мужем или женой лично, идете в кафе или уединяетесь. Так вот, уединитесь с Богом, Духом Святым лично. Закройте глаза, чтобы никто не мешал. Повторяйте слова, которые поет группа прославления. И представьте. Когда песня о Боге, представьте, что вы стоите перед Богом, Его престолом, и Ему говорите эти слова. Закройте глаза и представьте, что Бог сейчас смотрит на вас и слушает, что вы Ему говорите. Как и 24 старца в книге Откровения. 19 глава, 4 стих. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря Аминь, Аллилуйя. Это Откровение 19, 4. Представьте, что вы, как эти старцы, пали и поклонились Богу, сидящему на престоле. Скажите Ему слова хвалы и поклонения и говорите Аминь, Аллилуйя. Представьте, что рядом Иисус Христос. Когда песня Иисусу Христу, закройте глаза. Представьте, что с вами рядом Иисус Христос, и вы говорите Ему эти слова. Можете сказать, повторить то, что поет группа прославления. Группа прославления и создана, чтобы нам помочь прийти к Богу и сказать то, что Ему нравится. Как сказал апостол Павел в послании Ефесянам, 5 глава, стихи из 25 по 27. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Это послание к Ефесянам, 5 глава, стихи из 25 по 27. Наш Господь относится к церкви своей, как к своей невесте, заботится о ней. Закройте свои глаза, чтобы никто не мог вас отвлекать. Когда вы говорите с вашим Господом, женихом церкви, представьте, что Он рядом, и вы говорите Ему эти слова. Можете повторять слова группы прославления. Это приятно Господу нашему. Группа прославления тоже ведома Духом Святым. И, конечно, делают то, что им говорит и учит Дух Святой. Суета и мысли. Как убрать те суетные мысли, которые посещают, мешают им иметь мир на прославлении? И именно, когда мы пытаемся прийти к Богу, хвалия и поклонения. Это пример. Просите, и Дух Святой научит вас лично. Например, когда уже началось прославление, и вы вспоминаете, что у вас нерешенный вопрос на работе. Скажите, Господь Иисус Христос, у меня проблема на работе. Назовите, что именно вас беспокоит. Но я сейчас это отдаю в твои руки. Аминь. Вспомнили, что не покормили курей дома в домашнем хозяйстве? Скажите, Господь Иисус Христос, я не покормил курей дома и беспокоюсь о них. Но я сейчас все это отдаю в твои руки. Аминь. Отдайте все ваши проблемы, а именно то, о чем к вам приходят мысли во время хвалы и поклонения. Перечислите их все и все отдайте Богу. Да. Может пройти много времени, но время сейчас не властно над нами. Важна личная встреча с Богом. И, конечно, воздайте Ему хвалу, пока есть время на собрании. Если этих мыслей сильно много, все равно не останавливайтесь. Может пройти не одно собрание, но вы научитесь отдавать все Богу, и все равно мир Божий и Его присутствие будет с вами. Не спешите все бросать. Это вопрос времени. И мир Божий будет и в ваших мыслях. Мир на прославлении с Духом Святым. Хвале и поклонение. Как вести себя на собрании во время хвалы и поклонения? Не нужно напрягаться. Наоборот, станьте такими, какие вы есть. Закройте глаза и поклоняйтесь Богу, как вам нравится. Как сказал Иисус Христос фарисеем в Евангелии от Луки, 7 глава, стих 32. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали». Это Евангелие от Луки, 7 глава, 32 стих. Друзья, как вести себя во время хвалы и поклонения? Если медленная песня, поклоняйтесь в смирении. Хочется поднять руки, поднимите. А если быстрая, радуйтесь. Если хочется хлопать в ладоши, хлопайте. Расслабьтесь в Божьем присутствии. Вы в Доме Божьем, в гостях у Бога и в вашей новой семье. Будьте собой. Но есть, конечно, некоторые ограничения. Это, конечно, наше поведение. Бог любит порядок в Своем Доме. Во-первых, нам нужно не забывать, где мы, а мы в Доме Божьем. В послании 1 Коринфянам Павел пишет о поведении, стих 49. «Только все должно быть благопристойно и чинно». 1 Коринфянам, 14 глава, 40 стих. «Вести себя в собрании благопристойно и чинно. Вести себя так, как того требует устав, правила и обычаи той общины, где вы находитесь. В Доме Божьем мы не можем вести себя так, как нам хочется, а так, как говорит, допускает нам община. Не община к нам в гости пришла, а мы пришли в эту общину. И мы должны уважать всех братьев и сестер, мнения которых описаны в уставе, правилах и обычаях общины. Бог любит порядок в Своем Доме. Не мешать окружающим. Конечно, нам не нужно угощать Духа Святого в братьях и сестрах и во время хвалы и поклонения. Как это можно делать? Представьте, играет музыка, и вы пытаетесь успокоиться и иметь мир Божий на прославлении в присутствии Божьем. И вдруг звонит телефон. Вам это будет мешать? Конечно, так мешает и вашему соседу. Сделайте все, чтобы не мешать окружающим быть в присутствии Божьем. То есть наберите воды, сходите в уборную, снимите одежду. То есть все, что может вас самих отвлекать от Бога и всех окружающих. Ведь они тоже стараются прийти в Божье присутствие. Пусть Дух Святой научит и ведет вас. И напоследок, все это написано в пример. Попросите Духа Святого. Не полагайтесь на свой разум и силу быть в Его присутствии во время хвалы и поклонения. Пусть сам Дух Святой научит и ведет вас. Первое. Мы в Доме Божьем. Нам нужно расслабиться, а не напрягаться. Второе. Закрыть глаза. Ну, можно не закрывать, на ваше усмотрение. И отдать все суетные мысли Иисусу Христу. Третье. Представить, что вы рядом с Богом. И сказать, что хорошее, что думаешь, Богу Отцу перед Его престолом и Иисусу Христу. Четвертое. Вести себя чинно и благоразумно в общении святых и не мешать другим. Друзья. Задайте вопрос Богу. Научи меня поклоняться Тебе в Духе и истине. Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Мы еще много говорим о Боге, Духе Святом. И называем это путешествие. Зовем и вас в это увлекательное путешествие с нами, подписчиками блога. Подписывайтесь и будьте с нами. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого. Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Продолжение следует...